Панфиловцы действительно проявили героизм. Так что вся эта история с панфиловцами – это чистой воды спекуляции, которые были запущены в общественное мнение для того, чтобы опорочить историю Великой Отечественной войны и, в частности, сталинское политическое руководство, и военное руководство. А вот и еще один эпизод московской битвы, вокруг которого не утихает спор. За 18 дней до начала сражения, 12 сентября 1941 года, начальник Генштаба Красной Армии Борис Шапошников подписал директиву о создании заградительных отрядов. Так назывались специальные формирования, которые размещались позади основных войск для предотвращения бегства военнослужащих с поля боя. Впервые они массово применялись именно под Москвой. Отсюда высказывание многих западных экспертов о том, что победили красноармейцы благодаря пулеметчикам, которые гнали своим огнем солдат в атаку. Всех, кто замешкался, якобы расстреливали. Однако на этот счет есть статистика НКВД. За первый год существования заградотрядов они задержали почти 150 тысяч военнослужащих, сбежавших с поля боя. Всех их можно было записать в дезертиры и даже расстрелять. Основания для этого были. Однако из всех задержанных 3000 были отправлены в штрафбаты, 1000 расстреляны. Остальные, если верить статистике, вернулись в свои части. Все эти сказки про заградотряды, которые пулеметами гонят и прочее, это вот все истории серии, когда спорить не нужно, нужно бить в морду. Потому что нет ни одного документа, который бы подтверждал вот эту клевету на заградотряды, что они вели огонь по своим войскам.